Детская железная дорога скоро примет своих пассажиров. Казахстанский патриотизм. Как его воспитать? Самая гуманная профессия – врач. В Карагандинском государственном техническом университете прошла республиканская научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы. Воспитание нового казахстанского патриотизма». На конференцию были приглашены Аким Карагандинской области, представители Министерства образования и науки, депутаты мажориса парламента, сокурсники президента страны в годы его учебы в Карагандинском политехническом институте и руководители высших учебных заведений из других регионов Казахстана. Знаменательно, что первая республиканская конференция на такую актуальную тему, как воспитание нового казахстанского патриотизма, проходит именно на Карагандинской земле, трудовой и политической родине президента страны, лидера нации Рустановсу Назарбаева, в стенах вуза, где он получил высшее образование. В вузах Карагандинской области ведется целенаправленная многоплановая работа по воспитанию нового казахстанского патриотизма. Это одна из важных задач не только Казахстана, но и всего общества в целом. Хотел бы особо подчеркнуть, что все успехи, которые Казахстан добился за годы независимости, стали возможны благодаря патриотизму, единству и сплоченности народа вокруг лидера нации. Для всех участников конференции провели экскурсию в экспозиционном зале Музея истории Карагату. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Юрнур Жамарт, Первый Карагандинский. Ежегодно второе воскресенье июня медицинские работники страны отмечают свой профессиональный праздник. Медики – профессионалы своего дела. Зачастую от них зависит жизнь и судьба человека. К медикам можно отнести любого работника медицинской сферы – от медсестры до врача. Представителей этой профессии объединяет одно – стремление помогать людям. Сегодня мы хотим рассказать о кинеспеке Пиржанове, который на протяжении почти 40 лет трудился в области медицины. Человек, который отдал всю душу и силу любимой профессии. Эти слова про кинеспека Пиржанова. За 63 года своей жизни он ни разу не пожалел, что выбрал именно такую долю. За долгие годы в медицине не раз спасал жизни людей. Всегда относился ко всем с глубоким пониманием и милосердием. Профессия медика всегда была уважаемой. Я думаю, что в свое время я сделал правильный выбор – стал медицинским работником. Благодаря кропотливой работе я заслужил доверие и уважение среди народа. В 1988 году в Москве проходил съезд медицинских работников. Туда ездили более 5000 делегатов. Среди них был и я. Кинеспек Пиржанов живет в городе Тимиртау. Супругой Альой в счастливом браке прожили 40 лет. Воспитали четырех замечательных детей. У каждого из них своя семья. Сейчас кинеспек Сандивекович – любящий и заботливый дедушка десяти внуков. Кинеспек Пиржанов говорит, что профессия медицинского работника всегда была ему близкой по душе. Работу свою выполнял с большой любовью. Я благодарен своей судьбе. За трудовые годы я многое видел и пережил. Тогда я работал во благо народа. Сейчас у меня есть дети и любимые внуки. Сын кинеспека Сандивековича Рахат пошел по стопам отца. Тоже выбрал профессию медика. Его супруга Мершат – выпускница медицинского университета города Астаны. Один из главных специалистов клиники Макожанова. Она, как и все члены семьи, очень ценит кинеспека Ага и относится с глубоким уважением к его жизни, профессии. Я бы хотела, как и старший в нашей семье, стать хорошим врачом. Сейчас я только начинаю свой трудовой путь. Конечно, профессия медика очень трудная. Не каждый на это решится. Но я и наша семья всегда готовы помочь людям в сохранении их здоровья. Надеемся, что семейная династия Пиржановых достигнет еще больше высот в области медицины. Люди в белых халатах. О них говорят, о них поется в песнях. Труд абсолютно всех работников медицинской сферы неразрывно связан. В медицине нет незаметных людей. Кульнур Жакенул, Жас Габазов, Ирнур Жумарт, Первый Каргандинский. Накануне празднования Дня медицинского работника в Абайе прошла церемония награждения лучших представителей этой самой гуманной профессии. Профессиональный праздник, День медицинских работников, отмечается ежегодно в 3 воскресенье июня. В Казахстане он празднуется 48-й раз. Из года в год престиж медицинского работника растет. Улучшается и качество медицинского обслуживания. День медика – это праздник людей, которые посвятили себя благородному и очень важному делу. Люди в белых халатах ответственны за жизнь людей. Здоровье нации выдвигается сегодня на первый план. Для этого необходимо совершенствование системы здравоохранения. Праздничный концерт начали с поздравлений от властей района. Почетными грамотами были отмечены лучшие медицинские работники Абайского района в различных номинациях. Я поздравляю всех своих коллег с таким замечательным праздником. Днем медицинского работника. Люди в белых халатах повсеместно, я думаю, что уважаемые люди, заслуженно уважаемые. Всем счастья, всех благ и главное – здоровья. Санитары и хирурги, терапевты и психологи – все они в этот день принимали поздравления от самых разных людей. У них, как и у артистов, публичная профессия. Их чествовали, как звезды кино и эстрады. Правда, отношения людей к медикам были по-настоящему искренними. От отдела культуры, развития языков, от всех нас, работников культуры, мы спешим поздравить с Днем медицинского работника всех-всех-всех – врачей, медсестер, санитарок. И пожелать этим людям добра, внимания, какой-то искренности и любви от всех, не только пациентов, а от всех людей, живущих в нашем районе. Мы хотим, чтобы в ваших семьях всегда было все благополучно, и чтобы самые искренние пожелания своим больным вы выражали с улыбкой и надеждой на быстрое выздоровление. С праздником вас, дорогие медики! Удивительные люди, спасающие жизни людей, не щадят свое здоровье, отдавая себя полностью профессии, следуя к клятве Гиппократа. Они не должны оставаться без внимания и похловы, поэтому организаторы торжества постарались устроить праздник на высшем уровне. Алена Слуньконур, Султан Исаев, Ернур Жомарк, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Не первый год работает пропагандистская группа Департамента юстиции области. Ее можно встретить на предприятиях города и области в учебных заведениях. Высококлассные специалисты всегда готовы дать исчерпывающую информацию по любому интересующему вопросу. Главная пропагандистская группа совместно с карагандинским филиалом партии Нур-Утан ведут большую и серьезную работу по разъяснению государственных программ. Сегодня в Государственной службе пожаротушений и аварийных спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области прошел семинар. Совещание в рамках акции «Юстиция консультирует». Данный семинар проходит в наших стенах впервые. Были разъяснены вопросы по изменениям и дополнениям закона и нормативно-правовым документам регистрации. Регистрация – это перерегистрация физических лиц, недвижимые имущества, а также использование электронного портала ЕГОВ. Подобные семинары проводятся полезны и для нормативно-правовой грамотности государственных служащих на настоящем современном этапе. Акции проходят во всех регионах Казахстана совместно с партией Нур-Утан. На таких встречах можно получить ответы на волнующие темы. В составе пропагандинской группы находятся представители государственных органов, судебные исполнители, юристы, адвокаты, ответственные работники руководства Департамента юстиции Карагандинской области и представители партии Нур-Утан. Наша основная цель какая? В составе таких информационных пропагандистских групп сейчас с населением и разъяснять им в первую очередь, ну, раз юстиция консультирует, то, соответственно, очень много вопросов законодательного характера, те вопросы, на которые люди, допустим, не могут найти ответ или нет у них таковой возможности. Во вторую очередь мы разъясняем основные направления деятельности филиалов партии на местах, о тех реализуемых проектах, которые сейчас в данное время реализуются, для чего они вообще, эти проекты, на кого они направлены, какой конечный результат мы ожидаем от этого. Ну и самое главное, конечно, это повышение уровня информированности населения. Такие мероприятия проходят на постоянной основе. Их целью является повышение правовой грамотности населения. Полезную информацию может получить каждый, начиная с нововведений при органах регистрации актов гражданского состояния, заканчивая обладанием прав на недвижимость или легализацию имущества. Алена Слунько, Айден Жакан, Ярнур Жомар, 1-й Карагандинский. В Караганде скоро вновь начнет работать детская железная дорога. Ремонт путей начался 9 июня. Планируемый срок окончания ремонта – 31 июня. Изменится маршрут и протяженность железной дороги. Шоссе, соединившее улицы Газалиева и Кривогуза, прошло как раз поперек детской железной дороги, пересекая ее дважды. Чтобы сохранить аттракцион, под автомобильным мостом построили тоннель. Первый сезон учебной детской дороги открылся 1 мая 1957 года. Первоначальная протяженность узкоколейки составляла около двух километров. С того времени протяженность узкоколейной железной дороги составляла свыше пяти километров. В 1956 году детскую железную дорогу открыли как воспитательное учебное учреждение. Проработано в этом виде до 2004 года. В 2004 году она начала работать как детский аттракцион, детская железная дорога. В прошлом году детская железная дорога проработалась с 1 мая по 1 июня. Потом начались работы, строительные работы дороги Газалиева. Железная дорога функционировала в качестве учебно-воспитательного учреждения до конца сезона 2001 года. В 2004 году в честь празднования столетия железных дорог Казахстана она возобновила деятельность уже как аттракцион. Лариса Хусейнова, Алжас Габасов, Ирнур Жомар, 1-й Карагандинский. И еще об одном. В Карагандинском областном музее изобразительного искусства проходит выставка в стиле хендмейт. Мастера-рукодельники демонстрируют свои работы, а жители Караганды могут приобрести любой экспонат. Изделия из кожи, шитые игрушки, украшения ручной работы из различных материалов. И все это можно увидеть на выставке. Мастера Караганды совместно с музеем изобразительных искусств устраивают выставку ручных работ, чтобы порадовать жителей и гостей города творческими идеями. Участница выставки Нина Павловна занимается декоративно-прикладным искусством 12 лет. Об участии выставки нас оповестили с общества Шибер и также страничка ВКонтакте есть, творческая мастерская называется. Все мастера, которые зарегистрированы ВКонтакте, всех обзвонили и пригласили на эту выставку. Желающие, естественно, пришли. На выставке-ярмарке представлены работы из самых различных материалов. Декоративные предметы интерьера, эксклюзивные шкатулки, расписные ежедневники, ключницы и брелки. Все они сделаны креативно. В последние годы наш музей постоянно радует посетителей самыми разнообразными мероприятиями. Здесь и шоу, и фестивали, и очень интересные выставки, и акции. И вот сегодня мы тоже решили попробовать себя немного в новом амплуа. В работы, сделанные своими руками, вложена вся душа и все тепло мастера. Такие изделия имеют особую ценность и красоту. Лариса Хусеинова, Нурсултан Исаев, Юрнур Жумарт, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, приятных вам выходных.